Мой вводный урок такой называется «Бог и человек. Замысел от начала». Потому что когда мне сначала сказали «первоначальный замысел», это звучит так, как будто у Бога было два замысла, что-то случилось, Он первый отменил, установил второй. На самом деле первоначальный замысел, Он как был, так есть и будет. И Бог движет нас от начала к финишной черте, к своей цели. Значит, и я бы хотел в этом уроке немножечко показать такой момент. Вот задам вопрос. Как вы думаете, в нашей жизни, в взаимоотношениях с Богом присутствуют всегда два элемента, они обязательны, это общение с Богом и это искупление. Не будет хотя бы одного из этих элементов, о какой-то успешной христианской жизни, жизни верующего говорить просто невозможно. Вот у меня к вам вопрос. Как вы думаете, вот в порядке приоритетности общения и искупления, что важнее, что должно стоять на первом месте? Еще варианты есть? Окей, вариантов возникло два. Замечательно, ну их, собственно, два и было. Но есть два взгляда на этот вопрос, и мы сегодня попытаемся разобраться вообще, что на самом деле должно идти на первом месте в соответствии с первоначальным замыслом. Значит, книга «Бытия» — это первая книга Торы, книга «Сотворение». Она описывает сотворение мира, человека, народов мира, предысторию создания еврейского народа. Но самого еврейского народа в этой книге еще нет. И идеи как таковой народа Божьего тоже еще нет. Значит, она может где-то пророчески проглядывать в каких-то Божьих пророчествах, но ее мы не видим вот в готовом виде. Книга «Исход» — это книга «Откровения». Она описывает историю народа и откровения, которые он получает. То есть, в принципе… Так, сейчас. Олистать слайды. Я не смогу. Надо приобрести классную штуку презента. Даже на расстоянии можно ноутбук там, а я листаю. Это будет очень хорошо. Значит, в самом начале, в книге «Бытие» мы видим, собственно, Бог озвучивает замысел. Если мы посмотрим на первую главу, можно прокрутить слайд, который с табличкой разноцветной. Это третий по счету. Так вот, если мы посмотрим на первую главу, где рассказывается о сотворении человека, во второй главе мы тоже видим историю о сотворении человека. Когда мы читаемся на дальний перевод, мы видим слова «сотворил» и «создал». А я сегодня… Можно четвертый слайд включить? Я сегодня создал такую интересную табличку, для того, чтобы мы поняли, насколько на самом деле в Писании показывается многогранная картина. В этой таблице я привел в соответствии с разными этапами творения разные слова, которые используются в оригинале. Вот «Сотворение неба и земли» – там стоит глагол «бара», что означает «сотворить». Когда говорится о создании животных, там стоит слово ицер. Когда Бог говорит «сотворим человека», то есть Он заявляет «сотворим человека», Он говорит «оса». Когда Он творит, написано «и сотворил Бог человека», там написано «бара». То есть, Бог говорит одно, а делает другое. Дальше. «Создание человека в Эдемском саду». Там стоит слово, где говорится «и создал Бог человека». Значит, там стоит слово ицер. Это такое же слово, как во второй строчке ицер, только оно отличается двойным юдом. Дальше. «Сотворим помощника», когда Бог говорит «сотворим помощника», Он использует такое же слово «оса», когда говорит «сотворим человека». А когда Он создал жену, там написано, стоит слово «боне», что значит «строить». «Бен», кстати, однокоренное слово. Значит, что у нас получается? У нас «бара», «ицер», «оса», «ицер» с двумя юд, «оса» и «боне». Пять слов, которые все на дальнем переводе мы видим просто как «сотворил» или «создал». То есть, понимаете, насколько на самом деле многогранной является та картина, которую Бог хочет нам показать. Далее. Значит, можно третий слайд? Спасибо. Вам, наверное, не очень хорошо видно. Я сделал небольшую сравнительную табличку для того, чтобы понимали, что первая глава и вторая глава, которые говорят о сотворении человека, и там и там история, но они достаточно разные. Значит, вот в первой главе «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». А во второй главе «И создал Бог человека из праха земного, вдунул в лицо его дыхание жизни, стал человек душою живою». И дальше про Еву «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека жену, привел ее к человеку». Давайте посмотрим. Вроде бы параллельные места, но говорят ли они об одном и том же. В первой главе, это первая колонка, говорится «Сотворил, а из чего?». То есть, вот учитывая слово, которое используется в оригинале, значит, мы можем сделать вывод, что Бог словом своим творит. Вот нет ничего, Бог сказал, и Его слово, оно воплощается. И вот что-то появляется, чего раньше никогда не было. И тут нужно понимать такую интересную вещь, что мы, наш разум, наша фантазия, она настолько бедна, она реально нища в этом плане, что мы не можем придумать чего-то, чего не существует вообще. Мы не можем, то есть, вот, знаете, вот говорят, там фантасты что-то придумывают, кто-то что-то придумывает. На самом деле, ну, это не моя фраза, я не помню, кто это сказал, из философов каких-то, что наша фантазия настолько бедна, что мы не можем ничего придумать из того, чего бы не было, нет или не будет. Ну, то есть, мы не можем оперировать понятиями о том, чего нет. Воздух есть, мы можем думать о воздухе, мы можем говорить о воздухе. Бог есть, мы можем думать, мы можем говорить о нем. Идол есть, соответственно. Так вот, когда Бог творит, Он из ничего производит что-то. Как в другом месте написано, что Он называет несуществующее, как существующее. А во второй главе нам показано, что уже происходят какие-то физические воздействия. То есть Бог созидает человека. То есть Он берет что-то, модифицирует каким-то образом, что-то с этим производит, и получается человек. Там из ничего что-то, а здесь из чего-то что-то. И это разные процессы. Второй момент. То есть если мы говорим о материале, первая глава не говорит ничего о материале, вторая глава говорит о каких-то уже материальных проявлениях чего-то. Дальше. Бытие, первая глава, 26 стих. И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествует он над рыбами морскими. То есть идея в том, что Бог сотворил человека для какой-то цели, для того, чтобы он владычествовал. То есть его власть распространяется, как мы видим, над всею землею, над всеми гадами, присмыкающимися по земле. То есть Бог человека сотворил для такой цели, чтобы он владычествовал, господствовал, наполнял всю землю. Во второй главе. И создал Господь Бог человека из праха земного, вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Что мы здесь видим? Так, я прошу прощения, немножко перескочил. Значит, здесь мы видим в этом стихе, что первый человек сотворен, а второй из второй главы он создан из праха земного. Дальше. Значит, это третья строка первой колонки. Благословил их Бог, сказал им Бог, плодитесь, размножайтесь, наполняйте землю. То есть здесь нет предела владычества человека. А в Эдемском саду и насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке, поместил там человека, которого создал. И следующий стих. Взял Господь Бог человека, поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. То есть власть человека в Эдемском саду, она весьма ограничена. Ему дан небольшой участок на земле, который он должен возделывать и охранять. Дальше. Первая колонка, последний стих. Значит, и сказал Бог, вот я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей земле, всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя, вам сие будет в пищу. И здесь ничего о смерти. То есть вся растительная пища на земле пригодна человеку для еды. И никаких ограничений, и о смерти ничего не говорится. Во второй главе. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Здесь мы видим уже, есть определенное ограничение, связанное с деревом познания добра и зла и предупреждением о смерти. И что мы можем увидеть в результате? Мы можем увидеть, что образ двух изначальных, первоначальных Адамов. Первый Адам бессмертный, власти его нет предела по всей земле, в питании ему дается вся растительная пища без ограничений, и он бессмертен. И можно сказать, что это очень нам напоминает Ишуа. А если мы посмотрим вообще начало книги Бытия, «Барешит барай лохим», слово «барешит», оно может переводиться не только как в начале, но также как ради начатка. А кто назван начатком? Начатком назван Ишуа, начатком назван народ Израиля. Собственно, первая глава может рассматриваться и как прообраз Израиля Божия, уже искупленного, уже имеющего близкие взаимоотношения с Богом и восседающего с Ним на троне. Народ вечный, бессмертный, и ничего с ним поделать невозможно. Так, хорошо. Собственно говоря, это все нам показывает, что мы из этого видим, что у Писания есть как минимум два ярко выраженных взгляда, как минимум две точки зрения на человека как такового. И эти люди, они немножечко, эти два человека, они друг от друга отличаются. Но мы должны понимать, что речь идет все-таки об одном человеке и о разных его гранях, разных его сторонах. Значит, еще один момент, на который хотел бы обратить внимание, это Бытие, первая глава, с 26 по 31 стих. «И сказал Бог, сотворим человека...» Влад, можно второй слайд, пожалуйста. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над сею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Ну, я здесь остановлюсь, я хочу обратить внимание на один очень важный момент. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему». Если мы посмотрим в картинке использования глаголов, то когда он говорит «сотворим человека», он использует слово «оса». Значит, а когда он говорит и сотворил, Писание говорит «и сотворил Бог человека», там глагол «бара» по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. Ну и, может, кто-то уже помнит, я говорил об этом. Вот, утверждение по образу Божию, ой, по образу нашему, по подобию нашему. А когда Бог реализует озвученное, Он по образу своему, по образу Божию, мужчину и женщину сотворил их. То есть, образ присутствует и в первом заявлении, и в том, что Бог делает, а подобие, присутствующее в заявлении Бога, здесь в тексте заменяется словами «мужчину и женщину сотворил их». Но, опять же, текст оригинала не говорит мужчину и женщину, как у нас принято воспринимать. Мы обычно слова мужчина и женщина воспринимаем, как вот две разные особи, ну, две особи одного вида, но разного пола. Значит, про животных мы так не говорим, про животных мы говорим «самец», «самка». Так вот, интересно, что в оригинале стоят слова «Захар, он накива», и эти слова «Иврит, Танаха» используют только в отношении животных. И это единственное место, где используется в отношении человека. А значит, мы можем сделать вывод, что здесь не идет речь о том, что Бог сотворил человека в двух ипостасях, мужчиной и женщиной, о чем мы видим во второй главе. Здесь речь идет о том, что Бог сотворил человека мужским и женским, и в этом выражается его подобие. Какой урок из этого можем извлечь? Именно через реализацию взаимоотношений между мужчиной и женщиной, мужем и женой, собственно, мы уподобляемся Богу. Образ Божий имеет каждый человек, независимо от своего духовного и морального уровня, и это мы можем увидеть хотя бы из того, что когда Бог дает заповедь о запрете убийства, Он объясняет, почему. Убийство запрещено, потому что в человеке образ Божий. И мы должны понимать, что это сидит глубоко в сознании практически любой социальной, ну, любой культуры, и в нашей тоже. И у нас иногда просто не состыковываются какие-то вещи. И вот для наглядности, бомж, вот лежит бомж у помойки, пьяный, грязный, вонючий, и не хочется к нему даже подходить, и все мимо проходят, и он самый презренный человек в этом обществе. Но вопрос, позволяет ли закон убить его? Вот чем он полезен обществу? Ничем. Зачем он нужен? Только город засоряет. Убили бы и все. Но закон не позволяет. Почему? Потому что вот где-то на подсознательном уровне все равно присутствует этот момент, что в каждом человеке присутствует образ Божий. Но вот подобие, оно уже показывает именно тот духовный уровень, тот моральный уровень, на котором находится человек. И мы уподобляемся. Когда мы приходим в этот мир, образ Божий в нас есть, но он искажен, искажен грехом, но через искупление наш образ, образ Бога внутри нас, он начинает восстанавливаться через реализацию подобия. Мы, уподобляя Сыну, восстанавливаем в себе образ Божий. Это понятно? 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 Хорошо. Значит, собственно говоря, мы из вот этих вот мест, из начала Писаний, можем увидеть, что Писание показывает нам два различных взгляда на человека, на то, каким он может быть, и на то, каким он должен быть. Но Писание в начале как бы не говорит об этом. Но если мы посмотрим на первую главу книги Бытия, которая начинается, собственно, актом творения, а заканчивается словами «И вот хорошо весьма». И если мы посмотрим на всю Библию целиком, то, собственно, мы можем увидеть такую же картину. Начало – это Божье творение, конец – вот «хорошо весьма». А то, что внутри – это процесс. И вот это мой такой взгляд. Первая глава – это краткое содержание всего того, что будет дальше. Понимаете? Вот книжку берем, мы открываем, обычно мы в начале видим, что краткое содержание того, что находится в этой книжке. И вот мы можем рассматривать первую главу книги Бытия, книги Берешит, именно как, ну, естественно, как в первую очередь она показывает нам то, что Бог является творцом неба и земли и всего сущего. Но в то же самое время мы можем увидеть, что Бог в этом раскрывает замысел свой для человека, которого он хотел бы видеть свободным, неограниченным, бессмертным, владычествующим по воле Божьей по всему лицу земли. И владычеству его нет предела. А это уже слова Бешуа. То есть человечество, находящееся в Бешуа, оно, собственно, и представлено в первой главе как изначальный Божий замысел. Дальше хотел бы обратить внимание на такой интересный момент. Значит, включи, Влад, пожалуйста, пятый слайд. Значит, книга жизни у Агнца, закланного от создания мира. Я здесь привел несколько мест писания. Первая Петра, первая глава, 19-20 стих. «Но драгоценную кровью Христа» Я не цитировал там с полным контекстом, потому что это будет очень долго. «Но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние дни для вас». Я красным цветом выделил «предназначенного еще прежде создания мира». Чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира. Значит, следующее место – это книга Откровений, 13 глава, 8 стих. «И поклонятся ему, то есть зверю, все живущие на земле, которых имена не написаны, в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». То есть из этого стиха мы видим, что книга жизни находится у Агнца, но тут уже говорится «закланного от создания мира», не просто предназначенного, а закланного от создания мира. И у него от создания мира была вот эта вот книга жизни, в которой были записаны люди. Дальше. Откровение, 17 глава, 8 стих. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был, и нет его, и явится». То есть опять, книга жизни, в которой имена записаны от начала. Дальше. Исход. 32 глава, 32-33 стих. Значит, это Моше обращается ко Всевышнему. «Прости им грех их, и если нет, то изгладь и меня из книги твоей, в которую ты вписал». Господь сказал Моше, «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из моей книги». То есть из этой книги может быть изглажен человек. Дальше. Римлянам 9 глава, с 14 по 16 стих, и это ссылка на тонах. Значит, что же скажем, неужели не правда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моше, кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Можно следующий слайд? Значит, и вот как бы резюме из этих мест писания. «И Агнец заклан от начала мира». Книга жизни у Агнца написана от начала мира и записаны мы в ней от начала мира. И все жертвы Господу за всю историю человечества могут быть ценны только тем, что основанием их является жертва Агнца, закланного от создания мира. Но, будучи записанными в книге жизни, можно быть и изглаженными из нее. Но сделать это может только Господь. То есть, никакие церковные собрания, никакие кворумы, никакие организации объединенных наций, только Господь Всевышний решает, кто там останется, кто не останется. И мы видели это из предыдущих стихов, что вот Господь говорит Моисею, «Того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей». Значит, и здесь нужно понимать, что у Бога должны быть достаточно серьезные основания для того, чтобы того, кого Он записал в начале, когда еще Вселенной не было, взять и изгладить. Ну, это вот, чтобы вы примерно представляли, как это для Бога. Вот родите 10 детей, а потом в процессе жизни вам нужно принять решение, что хотя бы одного вам придется изгладить из жизни. Каково это будет вам? Вы должны понимать, что это должна быть очень веская причина, и что Бог с огромным нежеланием идет на этот шаг. То есть, идея в чем? В том, что Бог, еще когда не было этой Вселенной, как Писание говорит, еще даже не было начальных пылинок этой Вселенной, Он уже знал каждого из нас, каждый из нас был записан в эту книгу жизни, и как Давид говорит, что все те дела, все те события, которые происходят в нашей жизни, они уже тогда были записаны. Нам это сложно понять нашим разумом, ограниченным в пространстве и времени, по одной простой причине, что Бог живет за рамками пространственно-временного континуума, Он смотрит на это не так, как мы, для Него прошлое, настоящее будущее, оно вот перед ладонью, и Он видит одновременно все, при том, что оно в процессе, для Него это одна единая цельная картина. Хорошо, теперь давайте мы перейдем к книге Исход. Книга Исход, она подразделяется, это у нас седьмой слайд, подразделяется на три части. Часть первая, Исход из Египта и рождение еврейского народа, часть вторая, заключение завета, и часть третья, это скиния и ашраат шехина, или пребывание шехины, божественного присутствия на народе Израиля. Собственно говоря, это три аспекта, которые являются как бы фундаментальным камнем взаимоотношения с Богом. Это народ Божий, это завет этого народа с Богом, и Божье присутствие, которое реализуется через скинию или через храм в дальнейшем, и сейчас Божье присутствие реализуется через нас, как храм Божий. И для того, чтобы это возможно было, если мы читаем внимательно Тору, то Бог говорит, и построят мне святилище, и я буду обитать среди них. то есть для того, чтобы Бог мог обитать среди нас, ему необходимо, чтобы мы создали некоторые условия. Это понятно? То есть Бог всемогущий, Он может делать все, что хочет, но Он считается с нашей природой. И чтобы было немножечко понятно, что вообще. что вообще происходит, для чего Богу это нужно. Мы должны понимать, что Бог свят изначально и всегда, был, есть и будет. Адам в Эдемском саду, будучи сотворенным, он тоже был святым. И вот то его совершенство, та его полнота, которой он обладал, которая отличала его от нас, то, что он пришел в этот мир, появился в этом мире, будучи совершенным, но его совершенство заключалось в том, что он был свят, он никогда не знал греха. Это нужно понимать. Никто из нас не приходил в этот мир так, как пришел он. То есть у него не было мамы, папы, в прямом смысле этого слова, как у нас, по плоти. У каждого из нас есть мама и папа. Никто без мамы и папы не приходит в этот мир. Понимаете? Но именно из-за того пути, которым мы пришли в этот мир, собственно, у нас есть проблема, которую приобрел Адам, уже находясь в этом мире, в совершенном мире, в котором Бог желал видеть его владыкой. Адам согрешил, ослушался повеления Божьего, и через этот грех смерть вошла в него. И дальше нам Писание говорит, что Адам уже дальше рождал сынов и дочерей по своему образу и подобию. То есть в результате греха образ Божий был искажен в Адаме. И он уже рождая сынов и дочерей, он их рождал уже наделяя их тем искаженным образом, который был в нем. Понимаете? Но тут нужно понимать еще один очень интересный момент. Очень часто общаясь с людьми можно услышать такую фразу «Ну я такой, потому что я родился в такой семье, в таких условиях, меня так воспитали». Так вот вы знаете значит оригинал текста, грамматика текста, где говорится о рождении Адама, утверждает, что Адам был рожден в Эдемском саду до грехопадения. А стало быть, он обладал той самой вечной природой и, собственно, если бы не грешил, мог бы не умирать. Его проблема в том, что он все-таки согрешил. И это показывает нам, что независимо от того, ведь он родился от совершенных Адама с Евой, не знавших греха в идеальных условиях, где не надо было работать для того, чтобы пропитаться. Адам в Эдемском саду не работал для того, чтобы покушать, еды было вокруг достаточно. Он работал для того, чтобы реализовать тот потенциал, который Бог вложил в него. И вот в силу того, что он родился в идеальных обстоятельствах от идеальных родителей, вот он именно родился. Нет, Каин, Каин. Да, я прошу прощения. Каин, значит, вот Каин в результате все равно не устоял, при том, что он вроде бы как и проявлял какие-то положительные моменты, ведь принести дар Господу это была не жертва за грех, чтобы вы понимали. Это вот он просто захотел принести дар Богу. Это была его инициатива, не Авеля, потому что написано и Авель также, то есть Авель пошел по стопам своего старшего брата. Но кто вчера был на проповеди, помнит дальше развитие этой истории из Писания также. То есть Каин для нас является наглядным примером того, что обстоятельства, в которых мы появляемся в этот мир, они собственно не являются для нас оправданием. Для Адама тоже не было оправданием, то что он родился вообще самым совершенным, самым идеальным способом, появился на этот свет. Понимаете, Бог его сотворил, Бог его создал, Бог ему все обеспечил, но проблема Адама была в том, что, как мы видели, Писание нам показывает, что человек изначально имеет некую двойственную природу, это материально-духовную, скажем так. Чтобы вы понимали, я сейчас не говорю про Ецартов, Ецарра, это иудейские, скажем так, басни, которые служат просто оправданию каких-то неправильных вещей, неправильных учений. На самом деле, Писание об этом ничего не говорит, Писание говорит о том, что Бог создал человека изначально с двойственной природой, духовно-материальной, значит, и человек был сотворен, а сотворенный, он в принципе уже имеет совершенно иную природу, чем Бог, Бог вечно-сущий, а он сотворенный, Бог не имеет ни начала, ни конца, человек на тот момент имел начало, мог не иметь конца, и, собственно говоря, с первой главы мы видим, что человечество, как таковое и душа человека, она вечно, но я уже говорил, что между понятиями вечность, вечный и бессмертный есть разница, мы обычно на эту разницу не обращаем внимания, но вечный это тот, кто будет существовать вечно, ну, не важно, вот Бог, он не имеет начала, не имеет конца, человек имеет начало, не имеет конца, но вот вопрос, а где он вечность проведет? Мы здесь все временно, но человеческая душа вечна, и она где-то должна будет провести вечность, и вот проведет в жизни или в смерти, уже зависит от того, как человек пройдет этот временной промежуток. Либо вечно в аду, либо вечно с Господом, как бы конец, конец выбираем мы, в принципе. Хорошо, значит, в связи с тем, что писание нам показывает человека с двойственной природой, есть двойственный взгляд, скажем так, на человека, если можно восьмой слайдик. И вот в книге Исход мы видим такую идею, которую можно озвучить Тора-Маше и Тора-Аарона, Скиния-Маше и Скиния-Аарона. Я вам просто покажу несколько мест писаний, несколько образов, а до скольки у меня время? До четырех, еще 15 минут, отлично. Значит, смотрите, в книге Исход есть такие недельные главы, как Итро и Мешпатим, и это два разных взгляда на отношение к миру и человеку. Значит, Витро, который условно, смотрите, я сначала поясню идею. Значит, книга Исход, она делится на парные и непарные главы. Значит, и также она делится на, скажем, вот эти парные и непарные главы, они просто либо представляют собой взгляд как бы Маше, то есть почему так? Потому что если мы читаем эту недельную главу, мы видим, что Бог говорит к Маше, значит, и Он возлагает какую-то ответственность именно на Маше, и в этой главе упоминается только имя Маше. А в другой главе, скажем, Бог говорит тоже Маше на той же горе Синай, но Он уже возлагает определенную ответственность или какую-то информацию дает для Аарона, и в этой главе присутствует только имя Аарона. И ну вот я вам сейчас если можно девятый слайд, а потом вернемся к этому. Значит, вот раздел Трума это повеление о храме взгляд Маше, то есть в этом разделе, при том, что Бог на горе Синай рассказывает, собственно говоря, что должен сделать народ израильский, то есть немножечко забегу раньше. Значит, когда Маше взошел на гору на 40 дней, народ ждал его 40 дней, в это время Бог о чем-то говорил с Маше. Как вы думаете, о чем Он там говорил с ним? Ну, обычно существует традиционный взгляд, что вот он взошел на гору, получил Тору, сошел, сделали Тельца, потом опять зашел на гору. На самом деле хронология немножечко другая. Был заключен завет, Маше уже имеет Тору, собственно, есть книга, на основании которой заключается завет. Маше по призыву Богов заходит на гору и все, ну, не все 40 дней, он, значит, 6 дней сидит в ожидании то есть, ну, вот представьте себе, Бог говорит, вот приди в это место, пришел, и ничего не происходит, 6 дней ничего не происходит, на 7 день Бог говорит, войди, а он вошел в это облако славы Божьей, и дальше Всевышний начинает говорить, и все это время он говорит о скинии, об устройстве скинии, то есть, мы должны понимать, насколько для Бога важно, чтобы народ его реализовал это на земле, для того, чтобы, для чего это нужно было, для того, чтобы Бог мог обитать среди своего народа. Первая глава книги Левит вообще начинается, я когда учился в МЖБ, Юткевич задал вопрос, он был очень интересный, начинается с таких слов, его звал Господь к Маше из Шатра Соборного, он говорит, что ненормального в этой фразе, и мы размышляли об этом, в конечном итоге пришли к выводу, что ненормально то, что Бог, Которого не вмещает в себя небеса небес, разместился в той самой маленькой комнатке, комнатке в этой скинии, чтобы там жить, и чтобы оттуда говорить со своим народом. Можете себе представить, на что Бог способен только ради того, чтобы быть рядом с нами, чтобы иметь возможность с нами общаться? Что за слово такое? Уничижение, да, уничижил себя до образа раба. Значит, и вот на горе он говорит об устройстве скинии. Первый вот раздел трума и раздел ТЦВ, они тут цифрами обозначены 7 и 8, потому что это 7 и 8 недельные главы вторя. Значит, здесь говорится об устройстве скинии, какой она должна быть. И Господь говорит, вот все в точности, как я тебе показал, должно быть так осуществлено на земле. И вот раздел трума, а трума переводится как приношение, как добровольное приношение, значит, вот в этом разделе упоминается только имя Моше, а рон ни разу. Раздел ТЦВ, который знает, означает прикажи или обежи, повеление тоже об устройстве скинии, и здесь упоминается только имя Аарона. Дальше раздел 9, КИТИСА, кризис, то есть в этом разделе рассказывается о создании золотого тельца, значит, и разрешении этого кризиса, когда Моше сошел с горы и как это все разрешилось. Значит, дальше 10-й и 11-й разделы соответственно Вэйахель и Пкудей, но тут мы уже видим интересную вещь. Значит, Вэйахель это создание храма и там основным действующим лицом является Моше, но здесь уже появляется и Аарон как его помощник. А в разделе Пкудей главным действующим лицом является Аарон, а Моше является его помощником. И, скажем так, до исхода из Египта мы можем увидеть несколько историй братьев и постоянно какая-то вражда. Авеликайен, потом собственно Аврам и его брат который остался. Один был один погиб один остался у Аврама три брата было. Но не суть важна. Один следует за господом один остается там где жил всегда. Дальше Ицхак и Ишмаэль Дальше Яков и Исаф и мы видим всегда некое противостояние. Когда мы видим уже исход из Египта, мы видим опять же братьев Маше и Аарона, и у них еще сестра была Мирием, пророчица с музыкальными инструментами, все нормально, но не для синагоги почему-то. Ну, не суть важна. И мы видим, что вот наконец-то в истории человечества происходит что-то интересное, когда братья не конкурируют, не враждуют, а они начинают сотрудничать, потому что они оба послушны Господу. И это идеальные взаимоотношения между братьями, между верующими, между теми, кто посвятил себя Господу, кто находится в завете с Ним. И мы видим, что сначала нам Тора показывает как бы идеальный взгляд на устройство скинии, а потом показывает уже практический взгляд. То есть, вот разделывая Хель и Пкудей, они уже повествуют, ну, они повествуют именно о создании храма, создании скинии. Значит, и вот восьмой слайд, пожалуйста, Влад. Значит, перед этим идут две главы, и трое межпатим, они тоже как бы парные, но они тоже как два разных взгляда на отношение к миру и человеку. Ветро в разделе Маше. Акцент ставится на идеалах, избранности, величии. Человек по своей природе чист, в его стремлении в том, чтобы найти путь к Всевышнему, надо только помочь ему указать этот путь. И на это сосредоточено дарование Торы. А в разделе Межпатим, в разделе Аарона, акцент сделан на исправлении недостатков и искуплении грехов. Человек по своей природе склонен к греху, и главная задача религиозного руководства помочь человеку преодолеть греховное искушение, а также по возможности очистить его от последствий греха. Поэтому раздел Межпатим концентрируется на законодательных нормах и наказаниях за преступления. Он начинается с законов, карающих убийство, насилие, запринуждение к рабству. И эти два подхода, они дополняют друг друга. Значит, почему они дополняют друг друга? Потому что, собственно, как мы уже увидели, Писание нам дает два взгляда на одного человека. Есть человек идеальный и есть человек реальный, скажем так. Вот, если можно, десятый слайдик. Значит, Скиния Маше. Я процитирую стих из Писания. Это Исход, 33 глава, с 1 по 11. Маше же взял, это, значит, исторический контекст, после греха с золотым тельцом Бог говорит о том, что Он не может находиться дальше в среде народа, и Он не будет их сопровождать. И Маше говорит, если ты не будешь нас сопровождать, то тогда зачем мы вообще выходили? Значит, и если ты уничтожишь этот народ, то уничтожь и меня, и изгладь меня. Мы уже цитировали это место. Значит, и Господь говорит, хорошо, я пошлю с тобою ангела, он будет вас сопровождать. Значит, и вот после этих слов, после этих событий, Маше же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его скинию собрания. И каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. И когда Маше выходил из скинии, ой, выходил к скинии, весь народ вставал и становился каждый у входа в свой шатер, и смотрел вслед Маше, доколе он не входил в скинию. Когда же Маше входил в скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в скинию, и Господь говорил с Маше. И видел весь народ столб облачный, стоящий у входа в скинию, и вставал весь народ, и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Маше лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. И он возвращался в стан, а служитель его Иисус Навин, юноша, не отлучался от скинии. Что мы можем увидеть интересного? Оно выделено красным цветом. Там оно видно? Это у нас десятый слайд. Оно, наверное, из-за разрешения не вмещается. Значит, интересно, что где находилась эта скиния? Скиния, вне стана, причем вдали от стана. И это символизировало то, что Бог, Он когда вывел народ из Египта, Он искупил, и все были чисты, и все были святы. Но в результате того, что они сделали грех золотым тельцом, возникла проблема. Грех производит разделение между Богом и Его народом. Понимаете? И это было выражено в том, что Бог отстранился от стана. Значит, вне стана, вдали от стана, и назвал его скинию собрания. А дальше мы видим, каждый у входа в свой шатер. Поклонялся каждый у входа в свой шатер. Маше назвал скинию собрания. Для чего? Чтобы народ понимал, что туда можно приходить. Это была скиния собрания. Значит, и написано, и каждый, ищущий Господа, приходил в скинию собрания, находившуюся вне стана. То есть, это была скиния, это был шатер, куда каждый, ищущий Господа, мог прийти и мог встретиться с Богом, как встречался Маше. Понимаете? Это удивительно. Но не все люди реагировали так. Большая часть народа, она оставалась каждый у входа в свой шатер и поклонялись каждый у входа в свой шатер. Ну, по домам. Понимаете? То есть, либо это скиния собрания, либо оно по домам должно быть. Значит, дальше, следующий слайд, одиннадцатый. Скиния, Маше, встанье. То есть, на протяжении восьми месяцев после событий с золотым тельцом строилась скиния. Она была построена, она была освящена, когда эта скиния, которая, мы называем ее скинией Маше, но в соответствии вот с этой идеей, это как скиния Аарона, где Аарон главный, потому что он первосвященник, правильно? Значит, значит, эта скиния, она находилась уже в центре стана. Почему? Потому что она давала возможность искупать грех народа, который решал проблему, барьера между Богом и человеком. И поэтому Бог, благодаря этой скинии, имеет возможность обитать в среде народа. Он из-за стана возвращается в стан. Та скиния за ненадобностью, она прекращает свое существование, и Писание больше никогда о ней не упоминает. А это идет дальше через всю историю. Значит, но интересный момент. Мы знаем, значит, вот двенадцатый слайд, пожалуйста. Это скиния Аарона, потому что он там главный, да, и сказал Господь Маше, скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу перед крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке. То есть, Аарон не имеет права приходить во святое святых каждый день. Дальше, Левит, 16 глава, 32-34. Очищать же должен священник, который помазанный, который посвящен, чтобы священодействовать ему вместо отца своего. Надень и тут на льняные одежды, одежды священные, очистит святое святых и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Маше. Здесь мы видим уже конкретно, как часто Аарон или первосвященник может входить во святое святых. Как часто? Раз в год. Совершенно верно. Теперь можно одиннадцатый слайд. Значит, это исход 25 глава, 21-22 стих. Это Бог обращается к Маше. И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкой посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровение о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилевым. вопрос, Бог что-нибудь заповедовал Израилю через Маше после того, как была установлена эта скиния. После установления скинии были еще какие-то божьи откровения для своего народа, которые стали частью Торы? Были, безусловно. На протяжении всего движения Израиля Бог что-то дополнял. Вопрос на основании этого местописания, где Бог открывал это Маше? Во святом святых. Отсюда мы можем сделать вывод, что Маше туда мог входить, пока был жив, каждый день. Понимаете? То есть его вхождение в Божье присутствие, оно не прекращалось. Мы можем увидеть Маше как пророка, который имеет откровение от Бога и должен передать народу. И Аарон как священник, который не может входить в Божье присутствие каждый день. Он выполняет те функции, которые на него возложил Господь. Мы можем увидеть в этом функции священника и функции пророка. В соответствии с тем, что мы читали немножко раньше, что есть взгляд на человека, который во грехе и который нуждается в искуплении, и это функция, это функция священническая, и это функция этой скинии. То есть для того, чтобы человеку предстать пред Богом, он нуждается в искуплении. Но изначально Бог желал всегда иметь близкие взаимоотношения с человеком. Сейчас, собственно говоря, и это мы можем увидеть собственно через служение Маше и через два образа скинии, скиния Маше за станом и скиния, которая внутри стана. И сейчас мы можем ответить спокойно на такой простой вопрос. Что же во взаимоотношениях с Богом для нас важнее? Общение с Богом или вопрос искупления? Общение, оно намного важнее. Нужно понимать, Бог не творил человека для того, чтобы его искупить. Иначе был бы странный наш Бог сотворить вот некое такое чудище, уродца такого, чтобы потом из него сделать что-то хорошее. Бог изначально человека сотворил совершенным, а человек предался собственным помыслам, согрешил, и теперь, чтобы восстановить эти взаимоотношения, нам необходимо пройти путь искупления, который представляет собой скиния, которая была установлена среди народа, среди стана, которая потом нашла свое воплощение в храме, и сейчас она имеет свое воплощение в нас, мы есть тело Мессии, мы храм, в котором обитает Божье присутствие. Возможность прямого общения через искупление восстанавливается, но никак иначе. Мы можем все сейчас приходить как друзья, Ишуа назвал нас друзьями, он Авраама называл другом, он, причем, заметьте, Авраам тоже, он приносил жертвы, он не приносил жертвы за грех, он приносил жертвы всесожжения, он желал приблизиться к Богу, и интересно, что вот этот подход он также реализуется в заповедях о жертвах, жертвы тоже делятся на две части, на те, которые являются благоуханием приятным для Господа, и те, которые не являются благоуханием приятным для Господу, но мы можем также увидеть, что те, которые есть благоухание приятное Господу, они все добровольные, и мы знаем, что вот глава Маше, она называется как она называется, сейчас, сейчас, глава, которая про Маше, она у нас называется трума, приношение, то есть образ Маше это образ человека, который добровольно приходит к Богу, ищет его лица, образ Аарона это образ человека, которого нужно оградить определенными заповедями и постановлениями, чтобы человек понял, что он нуждается в грехе, что он греховен, и что он нуждается в искуплении для того, чтобы в конечном итоге войти туда, куда Маше входил постоянно, у нас сейчас благодаря жертве Ишоа есть возможность как Маше приходить, приносить добровольные жертвы с радостью, и это реально для нас благословение. «Маше» 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 Продолжение следует...